что товарищи этим жарким летним днем мы вас приветствуем на новом нашем объекте точнее объект не новый объект уже строится три года но с вами мы увидим впервые это черный дом современный все как мы любим и как это обычно бывает клиент к нам обратился не с нуля то есть мы проектируем этот дом когда первый этаж был уже построен по проекту другого архитектора и выглядел он ну в принципе как вот в основном выглядят дома в этой окрестности а именно обычно лент понял что то что он делает как бы не очень ему нравится и что он хочет на самом деле современную архитектуру и он обратился к нам так как мы тоже современную историю любим и вы постарались его максимально помочь в реализации его задумки вот с этой стороны мы строим такой навес для авто и если весь дом в черном цвете то навес будет в светлом цвете и таким образом по цвету она будет как-то контрастировать придавать дому не только динамики по форме но и динамики по цвету здесь на уровне первого этажа будет еще большой навес из деревянных реек второй момент это мы сделали крышу минималистичной односкатной ощущение современной архитектуры третий момент это мы по фасаду где-то возможно расширили окна здесь мы их не расширяли потому здесь находится ванная въездная группа дорога мы просто откосами как бы продлили их до низа как бы тем самым обыграв увеличение окон на том этаже дали взаимосвязь во-первых то что этот дом черный и надо быть достаточно рискованным парнем чтобы согласиться на такой цвет дома в окружении когда ни одного черного дома вокруг нету но это самый крутой цвет я считаю для беларуси если мы приедем в норвегию швецию скандинавские страны там очень много черных домов и они смотрятся очень органично прям очень круто смотрится и нам кажется что для нашей северной в основном архитектуры и хотя сейчас жаркое лето но все остальные сезоны достаточно холодная пасмурная погода и этот цвет выглядит просто замечательно то есть дом выглядит дороже во много раз и хочется да сказать спасибо клиенту что он согласился на этот цвет и второе то что он согласился на материалы потому что мы находимся за городом и конечно хочется хочется делать из дерева да пусть из натуральных материалов и здесь мы применили достаточно необычный фасад мы сделали вы из мелкой мелкой деревянной реки потому что когда мы думаем про дерево это первое что приходит в голову это взять вот такие вот обычные доски и забить ими фасад да или взять вагоночку и сделать получается так стандартненько планкенчик как это называется у нас была другая идея мы хотели придать пластике этому в принципе простому объему поэтому дали дерево чтобы была видна его глубина чтобы тенюшка от этой деревянной рейки она падала на чистый фасад и вот если мы смотрим на дом вот с этой стороны чтобы вся эта игра светотени носила разнообразие вот достаточно обычный объем мы хотели придумать дома какую-то фишку как мы обычно делаем и мы сделали чередование рек особым образом который позволяет нам спрятать какое-то слово в этом штрих-коде да то есть они сделаны путем штрих-кодов между ними либо большее расстояние либо меньше мы взяли генератор штрих-кодов взяли некую фразу которую я не буду тут разглашать и таким образом зашифровали ее на фасаде и назвали дом айти хаус то есть кроме самого дома здесь будет вот этот навес для машины которая разбавит этот объем в этой части мы будем строить такую как летнюю кухню с небольшим хозблохом и они будут связаны с системой дорожек начнем со входа сейчас я стою на лестнице и эта лестница на самом деле необычная то есть для людей привычно делать лестницы там не знаю в два марша в каком-то ограниченным стенами лестничном холле и нам хотелось входную зону сделать такой обширный то есть у нас будет под лестницей системы хранения лестница такая парадная трехмаршевая красивая здесь будет деревянное ограждение вот она так будет выглядеть а в центре у нас будет такой пуф куда можно присесть и снять обувь то есть тут все продумано и когда человек заходит сюда а мы всегда думаем как какой будет восприятие у человека когда он зайдет внутрь помещения то есть что он увидит там будет помещение ограничены стенами вот когда человек зайдет как раз в это помещение то она не ограничена стенами это цельное помещение с высоким потолком open space то совмещенная кухня-гостиная кухонная часть у нас с левой стороны вот ровно под окном будет кухонная столешница можем можем видеть как выведена электрика падает столешницу будет кухонный остров обязательно с барными стульями для приема завтраков и будет обеденный стол и будет собственно мягкая зона это зона просмотра тиви она будет в этой части сам дизайн он как бы базируется на так таких фреймовых элементах да когда мы несколько частей разных плоскостей стен красим в один цвет и это у нас есть и в мебели и собственно в покраске стен и вот даже вокруг двери вот этот откос который переходит в такую плитку total black ну собственно это вот один и тот же прием который как бы проходит по проходит как бы основным моментом по всем комнатам этого дома что касается освещения здесь применено и линейное освещение и встроенные светильники можно посмотреть как интересно зашито красивыми тонкими линиями вентиляция да то есть это диффузоры при точно вытяжной вентиляции они как бы зашиты не вот этими круглыми некрасивые вентканалами а тонкими такими вот линиями в стройке мы видим светильник тот кольцо которое тоже идет такой встройкой это гостевой санузел он находится возле входа такой как бы не основной скажем санузел где можно просто помыть руки здесь есть и душевая зона душевая зона сделана таким же фреймом как и собственно по всей квартире то есть нас выложена синей плиткой как бы стены и пол и вверх покрашен абсолютно таким же синим цветом это создает такой вот общий фрейм и даже стена где окно она такой же плиткой выложена окно у нас матовое здесь потому что тут люди будут принимать душ а там уже находится дорога и чтобы их не было видно окна специально сделали матовым просто душевая зона которая находится в один уровень с общим полом квартиры и тонкий щелевой трап вот здесь вот он виден который идет вдоль всей стены и повторяет общую линейную тему квартиры сюда уходит как бы вода здесь будет установлена еще перегородка мы сделали дизайн проект визуализации именно котельной комнаты и это была просьба заказчика то есть обычно мы никогда не проектируем дизайн котельной но здесь мы можем заметить насколько красиво разведена вся разводка то есть условно говоря трубы они все ранжированы по цвету они все идут по 90 градусов никакие трубы не пересекаются красота если мы посмотрим на проводку в том углу то она разложена тоже по цветам то есть условно говоря чуть ли не все цвета радуги и которые идут одно за одной один за одним этот шлейф и они очень аккуратно подвешены вот этих лотках для проводов и разведены по всему дому здесь мы видим газовый котел это непосредственно котел который нагревают всю систему и дает нам горячую воду и дает нам отопление это аварийный котел он электрический он включается если не работает газовых как вспомогательный это бак костного нагрева который подключается газовую котлу расширительные бачки сама система отопления здесь идет газовая водяная сейчас это все укрыто на картоном но под каждым окном у нас идет конвектор и от него идет теплый контур вот такие вот гребенки они есть у нас в котельной они у нас есть на втором этаже то есть и все это приходит сюда и здесь отапливается в этом углу у нас располагается вся электрика здесь у нас идут слаботочечной системы сюда приходят все сетевые шнуры и все что связано с вайфаем а это шкаф это шкаф с автоматами счетчиками и система умного дома сюда приходится все силовые кабеля и здесь у нас располагает вся электрика здесь лоботочка здесь силовые кабеля также здесь еще будет стоять вент установка которая расположится примерно здесь и таким образом вот такое помещение примерно такого объема но комфортно может выполнять сразу несколько функций то есть сюда совмещается вся инженерка и здесь можно разместить прачечную и для этого всего здесь будет достаточно когда мы поднимаемся на второй этаж то тут есть такой небольшой лестничный холл из которого вход спальни и детские комнаты и тут есть хозяйский санузел собственно через хозяйском санузле самое хрененное это ванна вот это отдельно настоящая ванна которая стоит возле окна и это как бы мечта всех кто живет в частном доме если вы живете в частном доме скорее всего вы тоже мечтали о такой в ванне тут она есть и это хорошо у ванны предусмотрен напольный смеситель вокруг нее можно помыть пол и кстати это очень большая ошибка когда дизайнеры ставят такую ванну в ограниченное пространство она примыкает к стенам и получается что пол мыть в этих местах неудобно тут вокруг нее можно спокойно пройти и помыть пол два умывальника почему нужны два умывальника потому что хозяин дома и хозяйка могут услуги с утра чистить зубы то есть пользоваться этими раковинами одновременно система хранения значит тут хранятся все ванные вещи здесь спереди она сделана таким зеркальным элементом что можно было видеть себя небольшая полочка это выполнен из фанеры вот этот ящик внизу тоже выполнен из фанеры и вообще в целом в этом доме очень много фанерных элементов мы считаем это такая красивая как бы скандинавская тема который нам очень хочется развивать и вот эта светлая фанера ночи хорошо дружит с яркими цветовыми акцентами с этими фреймами которые есть по всему дому ну и также эти фреймы конечно же повторяются и в мебели то есть мы даже видим вот здесь фрейм а здесь специальное утолщение потому что отсюда уже идет другой фрейм поэтому здесь теперь двойная стенка два фрейма стыкуются здесь интересный момент то есть есть такая patchwork плитка которая выделяет душевую зону есть верхний излив есть боковой излив это также удобно и есть пол из лиственницы да это немножко немного непривычно когда полу там скажем в душевой зоне сделан из дерева многие боятся что она почернеет с ним там что-то случится обязательно здесь это лиственница на это та же самая фасадная лиственница условно говоря на фасаде она у нас уже два года живет и с ней как бы абсолютно ничего не стало то есть по качеству этот дом там очень прям хороший и фасадная лиственница живет хорошо мы думаем что точно так же она будет жить и в душевой комнате любом случае это вещь стоит недорого то есть если с ней все-таки возникнут какие-то проблемы абсолютно не сложно заменить тут будет еще установлена стеклянная перегородка чтобы когда человек принимает душ брызги не летели как бы на стекло спальная комната она будет выглядеть вот так вот здесь выведены розетки под тумбы интерес смотрится что в помещении на самом деле разноцветные окна да это как бы необычно но это решение она продиктована фасадом то есть они из фасада есть некие фреймы которые как бы выпирают вперед поэтому в помещении у нас получается разноцветные окна тут фанерный откос то есть опять же фанерная тема которая есть по всему интерьеру она продолжается и на вот этих вот откосов то есть вот прям портал получается он немножко не совпадает по цвету с наружным деревом но это сделано специально потому что вся мебель в интерьере клиенты хотели чтобы она была более светлая если наружная фанера она у нас подтонирована в такой немножко рыжий цвет и она в тон окнам идет то внутри такая светлая скандинавская тема которая хорошо сочетается с цветными акцентами в интерьере